Всем привет! В этом завершающем данный курс выпуски мы продолжим тему стратегий и поговорим о механических торговых системах в целом. Механическая торговая система или МТС это набор правил, однозначно определяющий момент открытия и закрытия позиций. То есть МТС задает правила входа в позицию, правила выхода из убыточной сделки и правила выхода из прибыльной сделки. У механического подхода есть ряд преимуществ по сравнению с часто практикуемым интуитивным подходом к торговле. Во-первых, при принятии торговых решений исключается эмоциональный фактор, а во-вторых, принятые торговые решения не являются субъективными, следовательно, оправдано формально-статистическое исследование результатов работы МТС. Хотя я считаю, что при любом подходе к торговле нужно проводить статистические исследования торговых результатов. Помимо этого, как я уже говорил в курсе основы трейдинга, заниматься системным трейдингом проще, потому что не нужно тратить годы на сбор статистики и улучшение собственной торговли, благодаря анализу базового, психологического и графического дневников. Поговорим о базовых свойствах механических торговых систем. Хорошая МТС должна обладать следующими свойствами. Иметь небольшое количество оптимизируемых параметров. Иметь хорошие показатели работы при реальных рыночных комиссиях. Обладать устойчивостью показателей работы в области оптимальности параметров. И должно существовать по крайней мере несколько активов, на которых система имеет приемлемые результаты без повторной оптимизации. Итак, давайте по порядку. Число оптимизируемых параметров. Оптимизируемые параметры вы создаете в алгоритме через функцию input, то есть это переменные, которым после компиляции скрипта можно будет присваивать другие значения и тем самым влиять на результаты бэктеста. Чем больше оптимизируемых параметров имеет МТС, тем меньше вероятность того, что она будет хорошо работать при реальной торговле. Это связано с тем, что при большом числе параметров система подгоняется под исторический ряд цен, на котором происходило тестирование. Но динамические ряды активов в большой степени носят случайный характер. Задачей же хорошей системы является не учет всех особенностей конкретной случайной выборки, а выявление общих постоянно действующих закономерностей на рынке. Также хочу сказать, что при большом числе параметров стратегии очень сложно вручную найти точку глобального максимума доходности стратегии. Если параметров немного, то при значениях одного параметра можно быстро посмотреть значения других параметров и найти их оптимальное сочетание. Когда вы пишете алгоритм, не стесняйтесь закладывать комиссию, превышающую комиссию на бирже. Особенно если у вас быстрая торговая система, например краткосрочная. Закладывайте комиссию больше, потому что у вас всегда будет проскальзывание. Например, когда я открываю-закрываю сделки в 10 утра и стараюсь делать это секунда в секунду, все равно сделать это сложно. И реальные цены открытия и закрытия позиций немного отличаются от цены открытия свечи. Третье свойство устойчивость показателей в области оптимизации. Когда вы написали алгоритм и протестировали его на истории, вы получаете статистику работы стратегии, в том числе доходность стратегии в процентах. Суть оптимизации стратегии заключается в увеличении этого показателя. Этот график демонстрирует то, как правильно нужно оптимизировать стратегию. Обратите внимание, если вы присвоите параметру стратегии в настройках значения соответствующей точки A, то скорее всего в будущем при реальной торговле вы получите вот такую доходность, потому что A это выброс. Но если при изменении параметра вы вдруг получили доходность, которая сохраняется при дальнейшем изменении, и эта доходность выше, имеет смысл присвоить параметру значения в точке B. Однако нужно понимать, что правила открытия и закрытия позиций разрабатываются на слое прошлой истории цен. Следовательно, не существует гарантии того, что МТС на их основе будет успешно работать и в будущем. Но чем более качественно проведено тестирование, тем больше основания надеются на то, что ее количественные показатели при реальной торговле сохранят свои значения. То есть примерно таким же останется процент выигрышных сделок, доходность и так далее. Для этого не делайте много оптимизируемых параметров в стратегии, присваивайте этим параметрам устойчивые показатели и для бэктеста берите большую выборку. Также сравнивайте статистику на динамических рядах различной длины. Например, по биткоину, не залезая в скрипт, можно посмотреть статистику на бирже Binance, Coinbase и Bitstamp. Если статистика получается примерно одинаковой, это очень хорошо. Помимо этого, отличная система должна демонстрировать удовлетворительные результаты хотя бы на некоторых других активах. Про минимальное число сделок для качественного бэктеста я говорил в выпуске статистика. Напомню, что в идеале это 100 сделок, но также нужно учитывать время торговли. Чем больше различных ситуаций на рынке вы охватите, тем лучше. Вообще, чем больше сделок попадет в бэктест, тем лучше. Балашов в своей книге «Статистика для трейдеров», кстати, рекомендую к прочтению, пишет, что для оценки показателей в механической торговой системе объем выборки не должен быть меньше 51 сделки. И еще одним важным моментом в системном трейдинге является наличие инструкции на случай какого-либо происшествия. Попробуйте ответить на такие вопросы. Как вы будете торговать, если вдруг попадете в больницу? А если у вас в дом отключат интернет? А если вы утопите свой телефон, и у вас включена двухфакторная аутентификация на бирже, а ключи генерировались на телефоне, легко ли вам будет снова получить доступ к бирже? В общем, подготовьте набор инструкций на случай таких происшествий, потому что сделки по алгоритму пропускать очень нежелательно, ведь вы можете испортить статистику. Помните, что любая пропущенная сделка может оказаться самой прибыльной сделкой в году. На этом закончим данный курс по системному трейдингу. Напишите, что думаете об этом курсе в комментариях. Если он вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь. Также предлагаю вам вступить в мою открытую группу в телеграме, где вы сможете обсуждать трейдинг и инвестиции с другими. Возможно, в ней вы получите новые знания, а возможно, кого-то научите. На этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok